В Ирландском государственном университете, главном грузе нашей страны, это говорит о том, что интерес к вопросу очень велик, и я вижу здесь очень много студентов, это говорит о том, что тема нашей конференции очень важна и интересна также для наших студентов. Теперь, по сути, что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем ОТГБ, которому 30 лет, мы имеем договор о коллективной безопасности и организацию договора о коллективной безопасности, которому соответственно 30-20 лет. За этот период времени сделано очень много, и, к сожалению, можно было сделать больше, но по каким-то причинам не сделано. Если проводить параллели между ОТГБ и ЕАЭС, то можно сказать и нужно сказать, что отдельно, как экономическая организация, ЕАЭС не может существовать без политической и военной составляющей. И в этом плане ОТГБ и ЕАЭС должны не только очень тесно сотрудничать, но и должен быть поставлен вопрос, что как в Евросоюзе и в НАТО. Те государства, которые входят в ОТГБ, должны обязательно входить в ЕАЭС. И, конечно, те государства, которые входят в ЕАЭС, должны входить в состав ОТГБ. Но это как бы понятно, что государство не может в экономическом плане быть в одном измерении, в военно-политическом плане быть в другом измерении. И опыт Украины показывает, что, к сожалению, так не может быть вообще. Еще один момент, который я бы хотел сегодня поднять, это вопрос заключается в том, чтобы члены ОТГБ должны быть очень осторожны во время принятия своих решений об участии отдельных мероприятий, которые организованы странами НАТО. И вообще организациями НАТО. Я не видел ни одного государства, члена НАТО, которое бы принимало участие в разных мероприятиях, миротворческого характера, которые бы организовала, например, ОТГБ. Но обратно мы видим. Например, для меня, я всегда ставил этот вопрос, для меня, в принципе, непонятно, что делали наши миротворцы в Ираке, в Косово, я не знаю, в Афганистане в составе НАТО, в составе оперативной части или войск НАТО. Этому должно быть дан конец. И время показало, и 44-я война в Нагорном Каравахе показала, что сотрудничество с НАТО, будучи членом ОТГБ, нам, в принципе, ничего не дало. И пришло время, чтобы вот все эти решения, которые в свое время были приняты, начиная с 1994 года, сотрудничество Войны мира, которое было организовано НАТО, и очень радужно было принято и членами ОТГБ, вот эти решения были бы немножко пересмотрены. Я уверен, что будущее есть у ОТГБ, я уверен, что нас еще ждет очень-очень такое безопасное будущее, когда мы будем вместе, мы должны держаться вместе, но ОТГБ и ЕС должны быть объединены. Без этого мы просто не можем существовать. Спасибо большое.